Всем привет, я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я хочу показать распаковочку и обзор моей новой посылочки из пластифима. Как вы знаете в этом магазине я уже не раз приобретала необходимые мне материалы и инструменты. Всегда мне все приходило быстро, хорошего качества и этот раз не оказался исключением. Ссылочку на магазин я оставлю в описании прямо под этим видео. Ну а мы переходим к распаковке и обзору содержимого. Сегодня у меня посылочка небольшая, но с очень нужными для меня вещами. На которые я уже давненько облизываюсь. Содержимое очень хорошо упаковано, чтобы все пришло в целости и сохранности. Здесь и упаковочная бумага, и пупырчатая пленка. И аккуратненько разворачиваю все содержимое. И первые в моем списке хотелок были текстурные листы цернит. Я уже смотрела на них много различных обзоров, каких-то отзывов. И по отзывам мне они очень нравились. На самом деле первое, что мне пришло в голову, какие они маленькие. Мне почему-то казалось, что они больше по размеру. Размер текстурных листов оказался 9х9 см. Вот оно восприятие фотографии и того, как оно выглядит в действительности. Поэтому обращаю ваше внимание на это. Но сами текстурные листы хорошие, они резиновые. К ним не прилипает полимерная глина. У них достаточно глубокий, четкий узор. Они толстенькие, поэтому раскатывать в паста машине, даже на самой толстой толщине, мне кажется не очень удобно. Именно нужно ими пользоваться как штампами и отпечатывать на полимерную глину. На поверхность полимерной глины. Потому что при раскатке на паста машине рисунок у меня немножечко вытягивался. Также к каждому текстурному листу прилагается инструкция небольшая. Там такой мини мастер-класс. Просто как такое дополнение. На мой взгляд, что если человек покупает текстурный лист, то он уже наверняка понимает как им пользоваться. Но какие-то возможности тут показаны. В принципе я всегда за какую-то красивую упаковку. Это всегда привлекает внимание. И конечно же хочу показать вам отпечатки этих текстурных листов на полимерную глину. Рисунки интересные, разнообразные. И к моей коллекции текстурных листов эти три придутся как нельзя кстати. Следующее мое приобретение. Это стеки с шариками с разными диаметрами для керамической флористики от флёр. Они тяжеленькие, они красиво выглядят, очень эстетично. И такими стеками очень приятно работать. Ну я думаю я еще с ними не работала, но выглядят они действительно здорово. Хочу заметить что на определенном этапе творчества хочется получать и эстетическое удовольствие от инструментов. То есть чтобы они не просто были удобные, но и чтобы они привлекательно выглядели. Так вот эти вот инструменты, стеки с шариком на мой взгляд прекрасные. Они небольшие, они удобно сидят в руках, они приятно тяжеленькие, очень гладкие на них шарики. К полимерной глине совершенно не прилипают. И на мой взгляд ими удобно, приятно, комфортно пользоваться. Я уже попробовала ими поделать различные цветочки. Просто поработала с полимерной глиной и мне очень понравилось. И я довольна этим приобретением. Также от этого же производителя флёр я заказала нож для художественных работ. У меня уже был похожий ножик для художественных работ другого производителя. Но он у меня уже так поистрепался, старенький стал, уже все затупились наконечники. Поэтому я решила, что необходимо обновить этот инструмент. В общем-то внешне он похож на тот нож, который у меня был до этого. Приятный в руках, новенький, чистенький, остренький. Уже тоже пробовала его в работе. Вы видели его в предыдущем мастер-классе, где я лепила Рону Уизли. Тоже мне хотелось уже задействовать новый инструмент. В комплект к нему идут сменные лезвия. Когда одно лезвие затупится, можно поменять. И в общем-то это очень удобно. Вообще такие ножи чрезвычайно удобны в работе. Какие-то маленькие детали подрезать. В общем, рекомендую. Также я заказала лак Цернит. Много слышала о нем отзывов. И хотелось попробовать самой. На первый взгляд лак достаточно приятный. Он густой. Вы можете увидеть, что он достаточно густо стекает на края баночки. Он прозрачный. Я его как раз таки брала для тех работ, где необходимо нанести достаточно толстый слой лака. И таким образом разгладить поверхность. Единственный момент, что меня смущает в этом лаке, то, что требуется после того, как он высохнет, еще раз запечь изделие вместе с лаком при температуре 110 градусов, чтобы этот лак закрепить. Не всегда это бывает удобно. И мне интересно, насколько вообще критично. Потому что также покрывало этим лаком уже изделие. Оно высохло, оно не липнет. Насколько необходимо его после этого выпекать. То есть, если не запечь, что с ним будет? Вот такой вот у меня вопрос. Ну а так, на первый взгляд, я уже сказала, этим лаком успела воспользоваться. И он мне понравился. Вот такая вот посылочка с обновками ко мне пришла из магазина Пластифима. Ссылка на него я оставила в описании под этим видео. И конечно же, в этом магазине есть еще много всего интересного. Я уже не раз снимала различные обзоры. Поэтому заходите, смотрите. В общем, я могу рекомендовать этот магазин. И я жду ваших комментариев. Особенно, если кто-то из вас уже пользовался какими-либо из показанных мною инструментов. Если у вас уже есть какое-то свое мнение по этому поводу. Потому что я их только приобрела. И мне очень интересно какие-то нюансы работы с ними. В общем, ваше мнение обязательно напишите. Я очень жду. Мне очень интересно. И я уверена, что не только мне. Но и другим мастерам, которые посмотрят это видео. Также будет интересно прочесть ваши комментарии. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. И смотрите мои мастер-классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!